Здравствуйте, меня зовут Нижельская Изабель Викторовна. Я студентка 5-го курса Лесосибирского педагогического института филиала Сибирского федерального университета. И сегодня я расскажу вам о себе. Но поможет мне в этом матрешка. Наверняка вы задумались, а почему же именно она? Да все потому, что я ассоциирую себя с ней. Одна из многих особенностей матрешки – это ее многогранность. Она вроде и одна, но все же состоит из множества проявлений, которые являются ее отражениями. Так давайте познакомимся с ними ближе. Матрешка – художник. С самого детства я пыталась выразить свои мысли через образы на бумаге и холсте. Кроме того, я поняла, что с помощью своего навыка рисования могу осчастливить многих людей. Я написала и выиграла проект, с помощью которого закупила необходимый инвентарь и летом бесплатно радовала аквагримом ребятишек на улице города Лиссасибирска. Так я смогла реализовать свою давнюю мечту, сделать этот мир немножечко ярче и радостней. Матрешка – актер. Начиная с подросткового возраста, я с большим удовольствием играю в театры. Спектакли учебного студенческого театра на английском языке «Глобус» помогают мне преодолевать страх боязни сцены и совершенствовать навыки английского языка. Матрешка – волонтер. Волонтерской деятельностью я занимаюсь еще со школьных лет. Недавно открыла для себя новое направление, а именно событийное волонтерство. Так мне посчастливилось помогать на Зимний универсиаде и Краевом экономическом форуме. Матрешка – вожатый. На протяжении двух лет во время летних каникул работаю вожата в загородном детском оздоровительном лагере. Я создаю невероятную атмосферу доброты и дружелюбия в отряде. Мы вместе с ребятами готовим номера к выступлению, поддерживаем друг друга, готовимся к спортивным мероприятиям. После окончания смены со многими поддерживаем отношения за пределами лагеря, поздравляем друг друга с праздниками. Матрешка – учитель. Эта матрешка является связующей частью моих увлечений. Разрабатывая уроки или внеурочные мероприятия, я применяю все свои знания и умения для создания живого и интересного содержания. А знаете ли вы, что матрешку принято использовать в ритуалах? К примеру, если положить внутрь матрешки листик с написанным желанием, то оно обязательно исполнится. Кроме того, можно власть листик желания внутрь каждой матрешки. Как видите, мои желания уже сбываются, что и вам к того же желаю.